Добрый вечер! Проходите на ваше место. Добрый вечер! Как бывает, его папа Шон сегодня с нами, и Крейг надеется выиграть сумму, достаточную для выплаты займа. Если он выиграет много, то объедет весь мир. А если немного, то купит трейлер и объедет всю Британию. С возвращением! Спасибо! Спокойнее, чем в прошлый раз? Да, сейчас гораздо лучше. Крейг, выигрыш у вас небольшой, но если следующий вопрос не понравится, просто убегайте. Лучше синицу в руках. В конце прошлой программы Крейг выиграл 10 тысяч, правда потратив все свои подсказки. Посмотрим, как он сыграет дальше. Скрестим пальцы, Крейг, и мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, вот вопрос. Вопрос номер шесть. Он стоит 20 тысяч фунтов, а у вас пока 10. Вы потеряете 9 тысяч, если ошибетесь в ответе, но можете забрать 10 тысяч в любой момент. В каком фильме есть фраза «Понадобится лодка побольше?» «Титаник», «Идеальный шторм», «Челюсти», «Приключения Посейдона». Есть одна мысль, но рисковать не стоит. Я уверен, процентов на 50, а 10 тысяч – большие деньги. Да. Так что я заберу деньги, если вы не против. А что за мысль? Я думаю, что это челюсти, но... Почему челюсти? Я видел фильмы, вроде помню эту фразу, но просто не хочу рисковать. Ответ окончательный? Да. Ладно, пошлопайте ему. Он уходит богаче на 10 тысяч. Хотите знать ответ? Да. Если бы вы сказали челюсти, то выиграли бы 20 тысяч. Ответ был зверным, но рисковать не стоило. Вы бы так расстроились. Потеряй 9 тысяч. Аплодисменты Крейгу! Он уносит 10 тысяч. Отлично сыграли. Удачи! Крейг забирает 10 тысяч. Итак, студент получил 10 тысяч. А нас ждут новые претенденты, попавшие на программу, позвонив в наш колл-центр. И это... Крейг из Бристоля. Вы, наверное, подумали, ну и сброд. Итак, у нас отборочный тур. Кто же из потенциальных миллионеров сядет в наше кресло? Самое желанное кресло в стране. У нас один вопрос, 4 ответа и лишь один верный порядок. Посмотрим, кто ответит верно за кратчайшее время. Прошу зал не отвлекать игроков, им надо сосредоточиться. Итак, 10 претендентов, и вот их первый вопрос. Расскажьте эти города с соборами в порядке с юга на север. Ковентри, Дарем, Экситер, Йорк. Какие озадаченные лица. Итак, вот верный порядок. Идем с юга на север. Первый, Экситер, затем Ковентри, потом Йорк, и, наконец, Дарем. Вот верный порядок. Все ли 10 угадали? Сомневаюсь. Вот угадавшие. Кто быстрее всех? Кевин Хейни, 4,5 секунды. Привет, Кевин. Здравствуйте. Вы очень быстро ответили. Ну что, готовы сыграть на миллион? Конечно. Идем. Итак, с нами Кевин Хейни из Лица. Он IT-специалист. Говорит, обожает чинить компьютеры. В отличие от своей девушки Лоры, сидящей в нашем зале. Жизнь Кевина вращается вокруг компьютеров. Он и Лора познакомились в социальной сети Facebook. Кевин любит кино и хочет выиграть большую сумму, чтобы сделать домашний кинотеатр в недавно купленном доме. Также он хочет попутешествовать, купить Лори машину и съездить в Лондон на несколько игр любимого клуба Челси. Много желаний. А значит, надо много денег. Но, чтобы забрать миллион, надо дать 12 верных ответов на 12 вопросов. Я помогать не буду, но есть три подсказки. 50 на 50. Звонок другу. И помощь зала. Итак, Кев, удачи. И мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Давайте заработаем вам денег на покупки. А первый вопрос стоит 500 фунтов. В какую из этих игр обычно играют двое? Шахматы, монополия, эрудит, покер. Шахматы. А, шахматы. Ответ верный. У вас 500 фунтов. У нас не бывает вопросов с подвохом. А если застряли, есть подсказки. Последний шанс уйти ни с чем, чего не случится, ведь есть подсказки. И второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. Под какими именами известны телеведущие с фамилиями Вудл и Константин? Энт и Дек. Ким и Эгги. Дик и Дом. Тринни и Сюзанна. Ну, когда начали появляться ответы, у меня была одна мысль. Мне очень стыдно. Но, кажется, я не знаю. А может, знаете? Ну, я так думаю... Мой ответ Д. Тринни и Сюзанна. Ответ окончательный? Окончательный. И верный. У вас 1000 фунтов. Итак, просмотр передач Тринни и Сюзанны принесли Кевину как минимум 1000 фунтов. Теперь от миллиона его отделяют 10 вопросов. Не переключайтесь. Добро пожаловать на продолжение игры «Кто хочет стать миллионером». Кевин Хейни выиграл 1000 фунтов, не потратив ни одной подсказки. Вы спокойны? Похоже, да. Я выгляжу спокойнее, чем есть на самом деле. Вы живете в Литсе и фанатично любите Челси? Да. Как так вышло? Ну, я был... Когда вы были молоды, Литс был очень популярным городом. Да, мы переехали в Литс вместе с отцом, а где-то лет 10 назад я увидел, как играет Челси. И стал Литс их фанатом. Без особых на то причин. И было бы проще переехать к ним поближе и дешевле. Согласен. Что ж, у вас 1000 фунтов. А у нас третий вопрос и 2000 фунтов. В какой африканской стране находится курорт Сан-Сити? ЮАР, Гамбия, Алжир, Эфиопия. Похоже, я возьму подсказку. Только решу, какую. Ладно. Вряд ли 50 на 50 поможет. Ясно. Зал спросить не хотите? Наверное, я спрошу зал. Надеюсь, они знают. Вы поверили в наших зрителей. Ладно, удачи вам. Итак, зал Кевин взял первую подсказку. А вот и вопрос. В какой африканской стране находится курорт Сан-Сити? А на ваших пультах ЮАР. Б, Гамбия. С, Алжир. Д, Эфиопия. А, Б, С, Д. Голосуем. 89% за Южную Африку. 4% за Гамбию, 2% за Алжир, 5% за Эфиопию. Решать вам? Процент большой. Хороший процент, да. Высокий. 89% я обязан ответить так же. Окончательный ответ? Да. И верный. Молодцы. 89% за Алжир. Да. И у вас еще две подсказки. Вы спокойны? Вполне, да. Ясно. А сейчас четвертый вопрос и 5000 фунтов. Сколько теннисных ракеток изображено на логотипе вумблдонского чемпионата? Одна, две, три, четыре. И опять я понятия не имею. Вы его видели? Да. Пару раз. Я не теннис, я смотрю футбол. 50 на 50 не поможет? Вряд ли. Может, есть друг, знающий спорт? Да, может быть. Думаю, придется позвонить. Правда, если честно, тоже не знаю, кому. Кто может знать? Думаю, Дэйв. Значит, Дэйв. Ладно, кем работает? Он работает, если честно, даже не знаю, кем. Мы знакомы по викторине. Значит, он лучший друг. Что ж, а где Дэйв? Лидс? В Вэкфилде. По воскресеньям все туда ездят. Ясно? За 30 секунд зададите вопрос, скажите варианты. Попробуем выиграть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дэйв? Алло. Дэйв? Да. Крис Таррент, добрый вечер. Как дела? Отлично, как у вас? Спасибо, неплохо. Помните, как вызвались быть звонком другу? Да. Как вы классно сказали «да». Спасибо, я старался. В общем, вы согласились. Ну, естественно. Но надеялись, что он не позвонит, да? Было дело. Итак, Кеф играет хорошо, но застрял на одном вопросе. Вариантов отсвета пока четыре, и один из них стоит 5000 фунтов. Понял. Ясно? Да. Надеюсь, вы не ошибетесь. Я тоже. Итак, дело серьезное. Соберитесь. Дальше будет говорить Кевин. 30 секунд, 4 варианта. Ясно? Да. Кевин, удачи. Ваше время пошло. Сколько теннисных ракеток изображено на логотипе у имблдонского чемпионата? Одна, две, три, четыре. Сколько теннисных ракеток изображено на логотипе у имблдонского чемпионата? Две. Две? Насколько уверен? 95%. 95%? Понял. Отлично. Спасибо, Дэйв. Удачи. Спасибо. Отвечу две. 95%. Ответ окончательный? Окончательный. Ваш выигрыш 5 тысяч фунтов. Две ракетки и один теннисный мяч. Итак, осталось 50 на 50. Хорошо держитесь на волоске. У вас 5 тысяч, и вы в трех шагах от 50. А сейчас пятый вопрос на 10 тысяч. Вы можете удвоить выигрыш. Такой древний город назывался так же, как система взвешивания драгоценных металлов и камней. Персиполь, Троя, Ниневия, Вавилон. Я возьму 50 на 50, Крис. Ладно, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Кевину один верный, один неверный. Что будем делать? У вас 5 тысяч. Я был уверен, что это не Троя. Сначала. А значит, остается Ниневия. Уверен, что это не Троя. Почему? Не слышал, чтобы так говорили. О системе Ниневия слышали? Я слышал слово, знаю, что это древний город. Решать вам, не спешите. Какой древний город назывался так же, как система взвешивания драгоценных металлов и камней? Троя или Ниневия? Я просто уверен, что это не Троя. Я отвечу, мы ответ С. Окончательный? Окончательный. У вас было 5 тысяч фунтов. Кев, вы потеряли 4 тысячи. Верный ответ Троя. Вот так. Все не выиграть. Аплодисменты. Он забирает тысячу фунтов, что тоже неплохо. Увы, увы. А у нас еще 9 претендентов, готовых пройти отборочный тур. Прошу, зал не шуметь. Кандидаты, сосредоточьтесь. А вот и вопрос. Расставьте этих политиков в порядке и возрастании сроков должности премьер-министра. Тони Блэр, Джеймс Каллоган, Джон Мейджор, Маргарет Тэтчер. Так, посмотрим. У нас 9 претендентов. А вот верный ответ в порядке увеличения. Первым был Каллоган, всего 3 года, Джон Мейджор, 7, Тони Блэр, 10, и Маргарет Тэтчер, 11. Вот верный порядок. А кто смог ответить верно? Двое. И быстрее всех, Иэн Энджел, за 7 целых 81 сотой секунды. Выходите сюда, Иэн. Хватит сидеть на месте, Иэн, иначе никак. Если останетесь сидеть, ничего не выйдет. Да, да. Вы оглядывались, как будто должен был выйти кто-то другой. Но это же вы, Иэн Энджел. Нас в Англии пятеро. Но здесь и сейчас вы единственный, верно? Дорогие зрители, это надолго. Ну что, хотите сыграть на миллион? Конечно. Еще бы. Молодец, тогда идем. Итак, с нами Иэн Энджел из Линфред Ньюберга в Дорсете. Он всю жизнь зарабатывает знанием языков. Он служил в армии, где переводил с чешского на немецкий, а потом стал учителем языков и преподавал английский и французский в Уганде. А затем 20 лет в Канаде. Сейчас он вернулся в Дорсет и стал переводчиком-фрилансером. Он женат на Маргарет 26 лет, но сегодня за него болеет дочь Клэр. Также Иэн обожает классическую музыку. Он сказал, если выиграет крупную сумму, закажет себе частный симфонический концерт. Также он любит паровозы. И хотел бы вернуться в Канаду, чтобы прокатиться на паровозе по Скадистым горам. Что ж, много тем для разговоров. А сейчас 12 вопросов, 3 подсказки и 1 миллион фунтов. Удачи! Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером». Итак, вы готовы? Да. Хорошо. Ладно. Наш первый вопрос стоит 500 фунтов. В каком ресторане вы, скорее всего, закажете жареный рис с яйцом? В итальянском, греческом, китайском, французском. В китайском. У вас 500 фунтов, Иоанн Энджел. Не хочу огорчать, но скоро вопросы начнут усложняться. Но у вас 3 подсказки. А второй вопрос даст несгораемую сумму. Какой из этих бизнесов можно описать как совместный? Строительный кооператив, агентство недвижимости, ресторан фастфуда, оптика. В жизни не слыхал про совместную оптику. Так что скажу, строить кооператив. Не совместное агентство недвижимости? Нет. Ответ верный. У вас 1000 фунтов. Что ж, пока никаких проблем, все спокойно. Подсказки не тронуты, Иоанн выиграл 1000 фунтов и находится в 10 шагах от миллиона. Не переключайтесь. Итак, мы продолжаем игру «Кто хочет стать миллионером». Иоанн Энджел из Дорсета уже выиграл 1000 фунтов и не потратил ни одной подсказки. Иоанн, вы хорошо сыграете? Даже не знаю. Но если буду знать ответы, то да, сыграю хорошо. Хорошо. Точно. Просто, когда вы вышли, вы как-то растерялись, оглядывались. Да, но предыдущий участник, выходивший сюда, так быстро жал на кнопки, что я думал, у меня нет шансов. Но вы прожватесь. Да. Итак, у вас 1000 фунтов. Да. Все три подсказки и 10 шагов до миллиона. А сейчас третий вопрос и 2000 фунтов. Какая фамилия у актрис Хейли и Джульетты? Оливье. Ред Грейв. Милс. Эшкрофт. Это Милс. Точно? Да. Вы знакомы? Нет, но я видел первый фильм Хейли Милса. Какой? Тигровая бухта. Ответ окончательный? Окончательный. И верный у вас 2000 фунтов. Они дочери Джона Милса. А сейчас четвертый вопрос и 5000. У вас три подсказки. Кем работает Райан Сикрест на американском телевидении? Вы как-то испугались. Вы нарочно спросили, да? Спортивный репортер. Ведущий. Синоптик. Диктор новостей. Я не знаю, кто такой Райан Сикрест. Поэтому спрошу у зал. Итак, зал. Дело серьезное. Энн взял первую подсказку к вопросу на 5000. А вот и вопрос. Кем работает Райан Сикрест на американском телевидении? На ваших пультах А. Спортивный репортер. Ведущий. С. Синоптик. Д. Диктор новостей. Голосуем. 77% за ведущего. Слишком большая цифра. Так что всем большое спасибо. Надеюсь, вы правы. Спасибо? Вы же не знаете. Может, они психи? 77%? Вряд ли они ошибались. Ответ зала? Да. Окончательный. Окончательный. Они правы. У вас 5000 фунтов. Спасибо. Спасибо. А ведет он конкурс «Американский народный артист», на котором ищут новых звезд поп-сцены. Значит, я правильно сделал, что спросил сам. Вы сделали очень правильное, Энн. У вас 5000. Вы можете удвоить выигрыш, и у вас еще две подсказки. Насколько я помню, вы хотели нанять симфонический оркестр, не так ли? Да. Сколько это стоит? Понятия не имею. Наверное, дорого. Надо выиграть больше? Да, надо выиграть больше. Ясно. Просто любопытно. У вас 5000 фунтов. А пятый вопрос стоит 10. Не забывайте о подсказках. Листья какого дерева называют вайя? Пальмы, тиса, ели и ивы. Думаю, это листья пальмы. Ответ окончательный. Да. Почему так уверенно? К остальным не подходит. Там иглы, уивы, листья. Ответ верный. У вас 10 тысяч. Вербное воскресенье носят пальмовые листья. Точно, да. Я тоже где-то слышал. У вас 10 тысяч. Вам нравится игра? Да. Ведь я знал все ответы, только в одном случае спросил зал. А вот когда я не буду знать ответов и подсказок не будет, тогда мне перестанет нравиться. Но этого может долго не случиться. Будем оптимистами. Вы работаете переводчиком-фрилансером? Да. И как появляются заказы? В основном через агентство. Скажем, вам понадобится что-то перевести с какого-нибудь другого языка на английский. Вы обратитесь в агентство, они пришлют работу мне, я переведу, отправлю им, а они пришлют вам. Отлично, и что я получу? Вы получите все, вы же клиент. Я просто уточнил. У вас 10 тысяч фунтов. Итак, Иоанн, дело серьезное, вы можете потерять 9 тысяч. Да. Но есть 50 на 50 и звонок другого. А шестой вопрос стоит 20 тысяч. Можно удвоить выигрыш. Шестой вопрос из 12 и таков. Какой пост занимал Дональд Рамшилд во время первого президентского срока Джорджа Буша? Министр обороны, министр иностранных дел, генеральный прокурор, вице-президент. Кем он был? Ну да, конечно. Я думал, министр иностранных дел, но им была дама. Так что он был министром обороны. Точно? Уверен. Ошибетесь, потеряете 9 тысяч. Тысячи останутся, так что рискану. Я иду против приказа, мне сказали не рисковать, но... Маргарет и Лекласс. Обе. Да, да. Но я даю окончательный ответ. Окончательный. И верный. У вас 20 тысяч. Молодец, Энн, вы смеетесь в лицо тубе. У вас 20 тысяч. Рамселд ушел. Его заставили в 2006. Что ж, у вас есть 50 на 50 и звонок другу. Можете взять обе подсказки и все равно забрать деньги. Понял. Седьмой вопрос может дать несгораемую сумму в 50 тысяч, если ответите. Но вы не обязаны. Понял. Только не ошибитесь. Это седьмой вопрос из возможных 12. Какой комик написал детскую книгу «Тим, маленький конь»? Брэдли Волш, Гарри Хилл, Шейн Ричи, Джо Пасквали. Они не имеют ни малейшего понятия. Так что... Я позвоню другу. Кто может знать? Честно говоря, я даже не знаю, кто может знать. Но больше всего шансов у Стивена. Стивен? Да. Где он? В Сассексе. Ладно, звоним Стивену в Сассекс. Надеюсь, он знает ответ. Можно сказать, что вопрос на 50 тысяч? Конечно. Конечно. Да. Его это взбодрит. Точно. Алло. Стивен? Кто это? Крис Старрен. О, Крис. Здрасте. Как дела? Хорошо. Почему так удивились? Ваш номер не определился. Мы не хотим, чтобы нам звонили маньяки. О, ясно. Тогда кладу трубку. Не надо. Стойте, подождите. Еще 30 секунд. Ладно. С нами играет Иэн. И неплохо играет. Но застрял на одном вопросе и надеется, что вы поможете. Вопрос на очень большую сумму. Ясно. Вы не спросили, на какую? Гарри, желание ему знать. Ладно. 50 тысяч фунтов. Ясно, понял. Хорошо. Только без паники. Сейчас вы услышите Иэна. Он задаст вопрос. Даст 4 варианта ответа. Один из которых стоит 50 тысяч. Все ясно? Да. Удачи, Иэн. Ваше время пошло. Какой комик написал детскую книгу Тим «Маленький конь»? Брэдли Волч, Гарри Хилл, Шейн Ричи или Джо Паскуаль? Я не знаю ответ, но имя Гарри Хилл звучит знакомо. Понял. Большое спасибо. Да, спасибо. Пока. Пока. Гарри Хилл звучит знакомо. Гарри Хилл, Гарри Хилл, Гарри Хилл остался. 20 тысяч пунктов. Вот именно этого я и боялся, когда точно не знаешь, но кто-то дает подсказку, отвечать или нет. Упасть до одной тысячи из двадцати или... Может быть, подняться до пятидесятов? Никто не знает, я тоже не знаю. Нет, меня убьют. Кто? Мои женщины? А будь вы здесь один, без Клэр, скажем, да. Или дома, не ждала бы Маргарет. Да, но их духи висели бы за спиной. Берете деньги? Я заберу деньги. Аплодисменты! Он забирает 20 тысяч пунктов. Ну что ж, теперь чисто гипотетически, будь вы мужчиной... Да. ...а не тряпкой, что бы вы сделали? Рискнул бы. Ответ. Гарри Хилл. Посмотрим. Гарри Хилл был верным ответом. Так и знал. Значит, теперь формально ваши женщины должны вам 30 тысяч. Отлично сказано. Обсудите дома. Удачи, аплодисменты. Он забирает 20 тысяч пунктов. Отлично играли. Спасибо, что пришли. 20 тысяч пунктов. А у нас еще 8 претендентов, готовых испытать свою эрудицию. Прошу зал не шуметь. А вот и наш следующий вопрос. Внимание! Расставьте эти слова так, чтобы получилось название организации. Атлантический Северо-Альянс военный. Сейчас зрители думают, ни один из 8 претендентов не может ошибиться. А вот и посмотрим. Итак, верный порядок. Северо-Атлантический военный организм. Или НАТО. Итак, кто из 8 ответил правильно? 6. А быстрее всех Люси Харпер за 2,17 секунды. Люси, выходите сюда. Почему вы качаете головой? Веселей. Вы же за этим сюда пришли. Она такая, о нет, меня выбрали, о боже. Итак, вы готовы? Да. Да, я готова. Идем. С нами Люси Харпер из Бетфорда. Она была парикмахером, пока Министерство экономики не запретило ей работать полный день 22 года назад. Но она не потеряла квалификацию и продолжает стричь друзей и родственников. У Люси две взрослые дочери, и одна из них сейчас в нашем зале. Младшая Натин. Если Люси выиграет много денег, она притворит жизнь мечту, откроет приют для животных. А еще поедет в Исландию посмотреть на Северное Сияние, а потом свозит свою семью в Америку. В ее жизни уже был крупный выигрыш. Она выиграла шуточную лотерею Булионы Бенди. Величайшая лотерея мира. Итак, 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи, Люси. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Вы готовы? Да. Ладно, и наш первый вопрос стоит 500 фунтов. С каким из этих комиков больше всего ассоциируется опера-пародия «Эйкорн Антикс»? Гарри Энфилд, Ленни Генри, Виктория Вуд, Джо Брандт. Сэн, Виктория Вуд. Ответ верный, вас 500 фунтов. Вопрос номер 2. У нас нет вопросов с подвохом. Они просто усложняются с ростом суммы. Второй вопрос даст несгораемую тысячу. И не забывайте про три подсказки. Что из этого является танцем? Квадрилатерал. Квадрицепс. Квадрант. Кадриль. Ответ D. Кадриль. Окончательный? Окончательный. И верный, у вас 1000 фунтов. У Люси уже 1000 фунтов, и она не тронула ни одной подсказки. Не переключайтесь. Так, у вас 1000 фунтов. Давайте выиграем 50 тысяч. У вас три подсказки. А третий вопрос стоит 2000 фунтов. Какой природный феномен описан в начале сказки волшебник изумрудного города? Лавина, прилив, землетрясение, циклон. Это циклон. Ответ окончательный? Окончательный. Почему так уверены? Видела? Раз 10. Ответ верный у вас 2000. Итак, у вас 2000 фунтов, и все три подсказки. А четвертый вопрос стоит 5000 фунтов. Как раньше называли фармацевтов? Зельник, лукарь, лудильщик, винокур. Зельник. Ответ окончательный? Окончательный. И верный, у вас 5000 фунтов. Нервничайте. Уже меньше. Я же говорил, будет легче. Тем временем вы заработали приличную сумму, не потратив подсказки. У вас уже 5000 фунтов. А пятый вопрос принесет 10, если ответите верно. Итак. Кто провел тур под названием «Литкая и сладкая» в 2008 году? Марайя Керри, Селин Дион, Мадонна, Кайли Минок. Я не совсем уверена, поэтому спрошу у зала. Итак, зал, возьмите пульты. Люси взяла первую подсказку. Слушаем вопрос. Кто провел тур под названием «Литкая и сладкая» в 2008 году? На ваших пультах Марайя Керри, А, Б, Селин Дион, С, Мадонна, Д, Кайли Минок. Вопрос на 10 тысяч. Итак, голосуем. 64% за Мадонну, 26% за Кайли Минок, 1% за Селин Дион, 9% за Марайя Керри. Что скажете, Люси? Скажу, что соглашусь с большинством. Мой ответ – Мадонна. Окончательный? Окончательный. Вопрос стоит 20 тысяч фунтов. У вас остались звонок другу и 50 на 50. А сейчас шестой вопрос из возможных 12. Матерью какого премьер-министра была Дженни Джером? Гарольда Макмиллана, Уинстона Черчилля, Клемента Этли, Энтони Идена. Вы понятия не имеете, да? Да, не имею, но должен знать один знакомый. Я возьму звонок другу. Ладно. Я позвоню Джеффу Мэттьюзу. Джефф Мэттьюз? Да. Кто он? Друг – зять моего брата. Где он? В Дон Касле. Добрый вечер. Джефф? Да. Крис Таррент. Добрый вечер. О, привет. Как дела? Спасибо, хорошо. А с нами играет Люси, и у нее все хорошо, только застряла на одном вопросе. Да. Он стоит 20 тысяч. Да, прилично. Сейчас вы услышите Люси, и она задаст вопрос. Даст четыре варианта. Все ясно? Да, спасибо, хорошо. Отлично. Люси, удачи. Ваше время пошло. Джефф, матерью какого премьер-министра была Дженни Джером? Гаррэнда Макмиллана, Уинстона Черчилля, Клемента Этли или Энтони Идена? Не знаю. Не знаешь. Ладно, спасибо. Люси, извини. Ничего, спасибо. Пока. Что будем делать? Возьмем 50 на 50. Ладно, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Люси один верный и один неверный. Дженни Джером была матерью Уинстона Черчилля или Энтони Идена? У вас 10 тысяч фунтов. Я правда не знаю ответ и не готова рисковать. Я заберу деньги. Правильно. Спасибо. Точно? Да. Аплодисменты, она забирает 10 тысяч фунтов. Представьте, представьте, что просто выбираете, на ком бы вы остановились. Уинстон Черчилль. Почему? Кажется, я когда-то читала о Дженни Джером, но не помню, чьей она была матерью. Она была украшением американского общества. Ясно. И матерью Уинстона Черчилля. Но похлопайте ей, она... Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...